Математика 2 класс. Тема. Задачи на нахождение неизвестного 3 слагаемого. Учитель начальных классов Еремеева Анна Алексеевна. Здравствуйте, дорогие ребята. Я рада вас видеть на уроке математики. Считайте, ребята, точнее считайте. Хорошее дело смелее прибавляйте. Плохие дела поскорее вычитайте. И начинаем мы наш урок, ребята, с проверки домашнего задания. Страница 65, номер 3. Задача. Мама пожарила 11 котлет. За обедом съели 6 котлет. Сколько котлет осталось? Насколько меньше котлет осталось, чем съели? Мы с вами знаем, что для решения задачи мы с вами должны записать условие. Проверим условие. Записываем. Пожарила 11 котлет. Съели 6 котлет. Осталось неизвестно. Нам с вами надо найти в задаче, насколько котлет меньше. Мы знаем, чтобы найти, насколько меньше или насколько больше, мы должны от большего отнять меньшее. Это мы сделать сразу не можем, так как мы с вами не знаем, сколько осталось котлет. И в первом действии мы с вами должны найти, сколько котлет осталось. 11 минус 6 равно 5 котлет осталось. Мы с вами видим, что осталось меньше, чем съели. А значит, второе действие мы записываем с вами следующее. 6 минус 5 равно 1 котлета. Меньше, чем съели. Некоторые могли решить эту задачу другим способом. При помощи выражения. Давайте посмотрим правильность решения этого способа. 6 минус разность чисел. 11 минус 6 равно 1 котлета. Ответ на 1 котлету меньше. Молодцы, ребята! Вы справились с домашним заданием и вы получаете свой смайлик. Ну а теперь внимательно посмотрите на доску. Предположите, для чего нам нужен схематический чертеж. Подумайте и ответьте. Для чего можно использовать схематический чертеж? Давайте попробуем ответить вместе с вами. Схематический чертеж используется при решении задачи. Чтобы задачи верно решать, необходимо думать, рассуждать и, конечно, без ошибок вычислять. А для этого нужно внимание и обязательно старание. Сегодня на уроке мы с вами научимся решать задачи на нахождении неизвестного третьего слагаемого. Закрепим знания связи компонентов результата действия сложения. Будем пробовать решать задачи разными способами. И чтобы приступить к решению задач нового типа, вспомним. Сумма чисел равна первое слагаемое плюс второе слагаемое. Для решения наших задач еще мы с вами должны вспомнить следующее правило. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Еще раз внимательно посмотрите на экран. Запомните, это сегодня нам пригодится для решения наших задач. А сегодня мы с вами опять отправимся за покупками. И купим для нашей задачи арбуз и дыню. Задача следующая. Купили дыню и арбуз общей массой 5 килограммов. Найди массу дыни, если масса арбуза 3 килограмма. Обратите внимание на рисунок. Ребята, условия к этой задаче давайте мы с вами запишем при помощи схематического рисунка. Рассмотрите его внимательно. По условию нам с вами надо найти массу дыни. Масса арбуза известна и равна 3 килограммам. А также известна масса дыни и арбуза вместе. 5 килограмм. Внимательно рассмотрите чердеж. Масса дыни это одно из слагаемых. А мы с вами знаем. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Тогда, чтобы найти массу дыни, нужно из общей массы вычесть массу арбуза. Записываем решение. 5 минус 3 равно 2 килограмма. Ответ. 2 килограмма масса дыни. Вы очень быстро справились с задачей. А давайте мы с вами ее усложним. Внимательно посмотрите на следующую задачу. Давайте прочитаем условия. Арбуз, дыня и тыква вместе весят 12 килограммов. Арбуз весит 3 килограмма, дыни 2 килограмма. Сколько весит тыква? Рассмотрите рисунок. Условия к этой задаче мы с вами тоже можем изобразить при помощи схематического чертежа. Обратите внимание на схематический чертеж. Мы видим, что решить эту задачу одним действием у нас с вами не получится. Поэтому мы с вами должны записать следующее решение. Сначала давайте найдем массу арбуза и дыни вместе. 2 плюс 3 равно 5 килограмм масса арбуза и дыни. Теперь узнаем массу тыквы. Для этого из общей массы вычтем массу арбуза и дыни вместе. Второе действие. 12 минус 5 равно 7 килограммов масса тыквы. Решить эту задачу можно еще, составив выражение. Выражение будет следующее. 12 минус сумма чисел 2 и 3 равно 5. 12 минус 5 равно 7 килограмм. Масса дыни. Ответ 7 килограмм. А теперь давайте мы с вами рассмотрим второй способ решения нашей задачи. Сначала из общей массы вычтем массу дыни. Узнаем, сколько весит арбуз и тыква вместе. Первое действие. 12 минус 2 равно 10 килограммов масса арбуза и тыквы вместе. Второе действие. 10 минус 3 равно 7 килограмм. Решение можно также записать при помощи выражения. Выражение будет следующим. 12 минус 2 минус 3 равно 7 килограммов. Мы решили с вами задачу и мудрая сова вам хочет дать полезный совет. Давайте, пожалуйста, послушаем его. Давайте повторим еще раз наше правило. Чтобы найти неизвестное третье слагаемое, нужно из суммы вычесть два других слагаемых. Ребята, используя этот совет, нашу задачу можно решить при помощи уравнения. Давайте мы с вами разберем это решение. Обозначим неизвестную массу буквой х. Составим уравнение 2 плюс 3 плюс х равно 12. Упростим выражение. Сложив числа 2 и 3, мы получаем следующее уравнение. 5 плюс х равно 12. Давайте с вами вспомним правило для решения этого уравнения. Чтобы найти неизвестное слагаемое, нужно из суммы вычесть известное слагаемое. Решаем уравнение. Х равно 12 минус 5. Х равно 7. Обязательно делаем проверку в уравнении. Ответ 7 килограмм масса тыквы. Ребята, вы справились с заданием и получаете звёздочку. Молодцы! Ребята, давайте мы с вами вспомним ещё раз задачу, над которой мы сегодня с вами работали. Мы с вами её решили несколькими способами, но в результате мы с вами получили одинаковый ответ. А это значит, что наша задача решена верно. Молодцы! Отличная работа! И нам пора отдохнуть. Крош уже заждался вас. Он с нетерпением ждёт с вами встречи. Что-то мы засиделись на одном месте. Пора сделать зарядку. Ну-ка вставай, позанимаемся вместе. Слушай музыку и смотри, как я буду делать упражнения. Повторяй за мной. И раз, и два, и раз, и два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Большое солнышко! Левый, правый, левый, правый, левый, правый, правый. Мы с тобой настоящие спортсмены. У нас здорово получается. Отдохнули? А мы с вами продолжим работу по теме и решим следующую задачу. Страница 66, номер 3. За день Оля прочитала 25 страниц книги. Утром 5 страниц, днём 8 страниц. Сколько страниц Оля прочитала вечером? Запишем краткое условие. Оно будет следующим. Утром 5 страниц, днём 8 страниц, «Вечером неизвестно страниц». Всего было прочитано 25 страниц. Запишем условие при помощи схематического чертежа. Рассмотрите его внимательно. Ребята, вы догадались, как будем решать задачу? Давайте с вами разберёмся. Мы видим, сначала надо сложить прочитанные страницы утром и днём. Затем от количества прочитанных страниц отнять уже прочитанные. Запишем решение. Первый способ. 25 минус сумма чисел 5 и 8 равно 5 плюс 8. 13. 25 минус 13 равно 12 страниц. Прочитала вечером. Мы с вами решили задачу одним способом. Мы знаем, что есть ещё второй способ. Ребята, ещё раз рассмотрите схематический чертёж к задаче. А теперь попробуйте записать решение самостоятельно. Давайте проверим. К этому схематическому чертежу мы с вами должны были записать следующее выражение. От всего количества страниц отнимаем количество страниц, прочитанные утром. Затем отнимаем количество страниц, прочитанные днём. 25 минус 5 минус 8 равно 12 страниц. Прочитала вечером Вера. Запишем ответ. Ответ 12 страниц. Вы молодцы! Вы справились с этим заданием. Если у кого-то не получилось, не расстраивайтесь. Это была новая тема. И решив ещё несколько задач, у вас всё получится. Ну а наш урок заканчивается. Давайте вспомним, что мы сегодня узнали. Научились решать задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. Закрепили знания в связи компонентов результата действия сложения. Научились решать задачи разными способами. Домашнее задание будет следующее. Страница 67 номер 4. Обратите внимание, задание может находиться на странице 77. А ещё я хочу вам дать маленькую подсказку. При решении задачи можно использовать краткую запись или схематический чертёж. А я с вами прощаюсь. Мудрая сова благодарит вас за вашу работу на уроке. Она дарит вам звёздочку. Урок окончен. До новых встреч!